Всем привет, с вами Саша Браун и опять мы на дороге и поговорим о ваших вопросах, которые вы мне задаете. Как я говорила, пишите, задавайте вопросы, я буду стараться на них отвечать в форме видеоформата. Итак, вопрос был, тренировать ли грудные мышцы, как часто их тренировать и тренировать ли грудные мышцы, когда есть импланты. Я не скрываю, что да, я сделала эту операцию и есть у меня видео на эту тему, жалею, не жалею и как это все происходило. Так что, если вы еще не видели или не читали моего блога на эту тему, зайдите, посмотрите, почитайте. Итак, отвечаю на вопрос, во-первых, как часто и сколько нужно тренировать грудные мышцы, во-первых, если нет имплантов. Вообще, для девчонок я советую буквально два упражнения за тренировку раз в неделю сделать для грудных мышц. Дело в том, что многие ошибаются, думая, что вот если я буду побольше качать грудные мышцы, они у меня нарастут и будут большие. А я знаю, это проблема у девочек, у которых нет большой груди и так далее. Девчонки, вы должны, во-первых, понимать, что грудная грудь это жировые клетки, в первую очередь, ну вот так можно сказать. То есть, это не мышцы. Мальчики качают и делают все эти тяжелые жимы и накачивают грудные мышцы, опять же, потому что у них немножко другое строение тела. У нас это больше жировые клетки и, к сожалению, когда вы худеете, это уже многие замечали, естественно, они в первую очередь у нас и сжигаются. К сожалению, не живот сжигается и попа, лишние эти целлюлитные отложения, а именно грудь. Да, к сожалению, и поэтому я также делала тему о том, что выбирайте или пресс просушенный, или натуральную грудь. Потому что одновременно и то, и другого у вас не получится иметь. Вот. Поэтому для девчонок, к сожалению, ну не то, что к сожалению, может даже к счастью, я не советую так сильно много грудь качать. И дело в том, что я на определенном моменте, да, много ее тренировала, так тренировалась с моей подружкой бодибилдершей. Для них, естественно, нужно это, чтобы была хорошо прорисованная грудь, грудные мышцы и так далее. И, честно говоря, мне не понравился тот вид, потому что вот когда, особенно когда я просушивалась, получалось вот это вот, так сказать, вид вот этих просушенных мышц. Вот здесь прямо они так сильно секлись. И, честно говоря, мне этот вид не понравился, а мне нравится более она как натурально смотрится, так сказать. Вот. Поэтому с некоторых пор, это уже, наверное, мы с ней не тренируемся, наверное, лет 5 или 6, я перестала так сильно качать грудные мышцы. Буквально одно-два упражнения, даже до того, как я сделала операцию, выполняла разные отжимания. Если вы видите, я в последнее время что-то пристрастилась к разным климетрическим отжиманиям и так далее. Просто разные варианты, разные положения рук, разные наклоны и так далее. Отлично может и проработать грудные мышцы, и не будет этого эффекта сепарации мышц и так далее. Вот. И, опять же, как я сказала, девчонки, вы их не накачаете большими. То есть, если у вас размер груди первый, и делая разные тяжелые жимы гантелями и грифами, вы его не сделаете размером вторым. Поймаете? То есть, не делайте эту ошибку. Дальше отдельный день грудных мышц, в принципе, я не делаю. Я иногда, если делаю, делаю как бы силовую тренировку маленьких мышц, я называю. Легкий день. Особенно иногда я советую это делать, когда у вас там на месячные у вас пошли, вы не очень себя хорошо чувствуете. Вот день такой, легкий день, маленьких мышц, я их называю. Это грудные мышцы, там, бицепс, трицепс, голень, пресс могу добавить. То есть, всего по чуть-чуть, буквально 2-3 упражнения на каждую группу мышц. Так как это маленькие группы мышц, на них можно буквально 2 упражнения, и будет отлично. Что касается тренировки грудных мышц, когда у вас есть импланты, многие бросаются сразу же после того, как сделали операцию, там, разные упражнения на грудь делать. Я не советовала бы, потому что все-таки есть возможность и вероятность того, что импланты будут смещаться. И поверьте мне, я видела очень страшные варианты, когда, ну, извините, одна грудь у него под мышкой, другая у него под горлом. То есть, это очень страшно. И у меня всегда на заднем плане, как сказать, в мыслях вот эта картинка остается. И мне страшновато иногда делать даже обычные те же отжимания. То есть, да, есть возможность того, что могут смещаться импланты, независимо, это будет у вас под мышцей, над мышцей и так далее. Но, чтобы совсем не делать грудные мышцы, это тоже неправильно. Потому что многие там, вот, у меня есть импланты, я боюсь, что они там у меня будут смещаться и так далее. Нельзя сказать, что их вообще нельзя делать. Нужно делать, как я говорю, что все в теле, в вашем организме, каждая мышца должна работать. Чтобы не было этой атрофии мышц. Потому что, опять же, я сделала некоторую ошибку. Ну, не то, что ошибку. Я тоже боялась, что будут какие-то там смещения и так далее. После операции я практически вообще не делала никаких ни отжиманий, ни жимов, ничего. И вы знаете, все-таки чувствуется, насколько мышца становится настолько слабой, что я грудные мышцы начала чувствовать даже в обычных там же тягах, когда спину тренировала. Она у меня забивалась и было, ну, на самом деле, как больно, некомфортно, когда я делала плечи. Потому что при любом жиме на плечи у вас все равно будут включаться немножко грудные мышцы. То есть, чтобы этого не допустить, все-таки нужно тренировать грудные мышцы. Даже если у вас импланты, выдержать некоторое время после операции, естественно, не нужно бросаться сразу ее делать, эти все отжимания. Но элементарные отжимания разными вариантами. Посмотрите у меня на YouTube-канале в отделе тренировка грудных мышц или плеометрика. В плеометрики очень много у меня плеометрических именно отжиманий разными вариантами. И буквально раз в неделю, два, ну, три упражнения на грудные мышцы должны быть обязательно. Независимо, или у вас есть импланты, нет имплантов, большая грудь, маленькая грудь. Включайте работу этих мышц раз в неделю хотя бы. Вот, то есть, это то, что я, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос о тренировке грудных мышц. И да, может быть, я не ставлю слишком много упражнений на грудные мышцы. Потому что, на самом деле, я их столько не делаю. Элементарные жимы на наклонной скамье. Опять же, момент, что, если вы знаете, ваши грудные мышцы, они растут веером, так сказать. Есть верхняя, средняя, нижняя. То есть, для мальчиков, да, их все нужно три прорабатывать, чтобы именно оформить эту красивую грудную мышцу. Так как у нас она закрыта, так сказать, этой жировой прослойочкой или силиконом, то нам, в принципе, нужна именно вот только верхняя часть. Чтобы именно, так сказать, подтянуть ее, правильно? То есть, все жимы, именно отдавайте впечатление жимам, которые на наклонной скамье, которые именно будут работать вот верхнюю часть вашей грудной мышцы. Все, но я не говорю, что вообще не надо делать на прямой скамье, на плоской скамье или там диклайн. Но все предпочтения отдавайте именно жимы, разводки, отжимания, именно чтобы был наклон, именно для проработки верхней части грудной мышцы. Окей? Надеюсь, я ответила на вас вопрос. Пишите вопросы, если какие вас интересуют, чтобы мы поговорили в дороге, пока я езжу по дорогам Лос-Анджелеса. В принципе, я так понял, что это единственное время, когда я могу сделать такие видео. Сейчас я практически уже приехала на работу, видите, в тренировочке сделала хорошее кардио. Так что пишите, буду рада ответить. Но прежде чем спрашивать, возьмите, посмотрите мой блог обязательно на моем веб-сайте www.sashabrawnfitness.com.blog. Там на русском языке, не бойтесь, заходите, читайте. И, естественно, мой видеоканал уже даже сделала по отделам. Упражнения, тренировки, питание, рецепты. Но если вы не найдете мой ответ, видеоответ или в блоге, напишите, буду рада вам ответить. Все, всем хорошего дня, хорошего вечера, спокойной ночи, где вы, смотря, находитесь. И до следующих встреч. Пока.